Проехать можно, но не всегда, а должно быть по-другому. Речь идет об улице Пермской, в месте ее пересечения с Куйбышево. Оказалось так, что часть Пермской здесь, собственно, улицей и не является, а находится в частной собственности. Установлен шлагбаум. Между тем, возможность сквозного проезда от Куйбышева до Комсомольского проспекта тут предусмотрена генпланом. Подробнее о нестыковке расскажет Евгения Чернявская. Уличная дорожная сеть в городе определяется красными линиями. Они обозначают муниципальные территории, которые априори нельзя приватизировать. Это улицы, скверы, парки и другие места общего пользования. Казалось бы, все просто, никаких споров между муниципалитетом и частными собственниками в этой части быть не может. Однако на деле там, где некоторые участки земли ранее перешли в частные руки, возникают весьма и весьма спорные моменты. В частности, на перекрестке Пермской и Куйбышева появился шлагбаум, который в закрытом виде перегораживает проезд мимо торгового центра Колизей-Синема. Формально он здесь по правилам территория УТЦ частная, но по сути тут продолжение улицы. И вот если мы говорим про улицу Пермскую, для нее, например, установлены красные линии. Это означает, что в перспективе там может быть восстановлена дорога общего пользования местного значения. Сейчас ее там нет, поскольку земельный участок муниципалиту не принадлежит. Другой вопрос, каким образом случилось так, что часть улично-дорожной сети оказалась в частной собственности. Это вопрос, который требует исследования ретроспективного. Таких ситуаций много, и их будет вылезать еще очень-очень много и долго. Что с этим делать, не очень понятно, потому что такого универсального решения нет. Вернее, универсальное решение есть – это выкуп муниципалитетом этой территории. То есть есть законная процедура, как муниципалитет, установив красные линии, может потом выкупить ту часть, которая отходит к территории общего пользования. Общественник уверен, что муниципалитет эту проблему не решит как минимум в ближайшие несколько лет. Процедура затратная, а в бюджете Перми излишка свободных средств не наблюдается. Однако от планов восстановить полноценный сквозной проезд по Пермской город не отказывается. Раз генеральным планом там установлены красные линии, значит это место, которое в будущем предназначено для дороги. Есть ли в ближайшие три года планы по выкупу этой земли, насколько мне известно, нет. Есть еще один вариант – сесть за стол переговоров с собственником земли и найти компромисс, который устроил бы всех. Например, предложить владельцу налоговые или какие-либо иные льготы. Ну а пока все сохраняется как есть, в том числе и шлагбаум, который, к слову, в последнее время чаще открыт, чем закрыт. Евгения Чернявска, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.